Есть некоторые сферы, куда человеку, наверное, не следует слишком глубоко залазить. В том числе это связано с генетикой. Генетику необходимо изучать, но попытка смоделировать что-то свое, повторить опыты Франкенштейна, они до добра не доводят. Это показывает и историю с Големом, и строительство Вавилонской башни в каком-то смысле, духовные такие ориентиры. К чему это привело уже сейчас? Вы не можете питаться нормальной пищей. Она вся генетически модифицирована, искусственная. То, что вы едите, это пластмассовая еда, в буквальном смысле. Поэтому у вас онкология повышается, падает иммунитет, стресс и так далее и тому подобное. Колоссальная смертность. Соединенные Штаты очень сыты, но они подыхают от ожирения. В буквальном смысле людям неуютно и некомфортно становится жить. Если продление жизни связано с тем, что ты станешь пластмассовым человеком или роботом, оно не нужно и неинтересно. Возможность стать бессмертным в обресте бессмертия существует для человека. Об этом было написано подробно еще 2000 лет назад. Там подробно написано, что нужно сделать для того, чтобы стать бессмертным. И у некоторых, я думаю, это получилось. Давайте будем следовать тем традициям, благодаря которым, благодаря соблюдению которых мы, в общем-то, и живем еще на этом свете. Потому что таким образом традиционно жили наши предки. Они размножались понятным, естественным способом, а не путем того, что у них брали стволовые клетки или какие-то гены там и в пробирке выращивали кого-то. Это не нужно. Если по судьбе Господь определил вам возможность прожить, вы проживете и 100 лет, и 120 лет и так далее. Вы будете жить лучше, если природа вокруг вас будет чище. Поверьте, ну как бы спать с резиновой куклой это какое-то извращение. Я думаю, что вы будете испытывать такие же чувства, если будете понимать, что ваш сексуальный партнер это биоробот. Ну это извращение, это плохо, так не надо делать. Давайте оставаться людьми.